Вооруженные силы Российской Федерации Государственная военная организация Российской Федерации, предназначенная для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты территориальной целостности и неприкосновенности ее территорий, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами России. Вооруженные силы Российской Федерации располагают крупнейшими в мире запасами оружия массового поражения, в том числе ядерного, и хорошо развитой системой средств его доставки. Вооруженные силы Российской Федерации были созданы 7 мая 1992 года на основе бывших в СССР и на тот период насчитывали 2 миллиона 880 тысяч чел. Штатная численность вооруженных сил устанавливается указами президента Российской Федерации. 8 июля 2016 года была установлена штатная численность в количестве миллиона 885 тысяч 371 единицы, в том числе миллион военнослужащих. Укомплектованность Российской Армии личным составом на конец 2014 года оценивалась в 82%, а на конец 2015 года она была доведена до 92%. При этом доля военнослужащих по контракту составила 352 тысячи, впервые превысив численность призывников. Мобилизационный ресурс России оценивается в 69 миллионов человек. Командование. Верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации является президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии он вводит на территории России или в отдельных ее местностях военное положение, с целью создания условий для ее отражения или предотвращения. С незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе для утверждения соответствующего указа. Для решения вопроса о возможности использования вооруженных сил России за пределами территории России необходимо соответствующие постановления Совета Федерации. В мирное время глава государства осуществляет общее политическое руководство вооруженными силами, а в военное время руководит обороной государства и его вооруженными силами по отражению агрессии. Президент России также формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, утверждает военную доктрину России, назначает и освобождает от обязанностей высшие командования вооруженных сил России. Президент в качестве верховного главнокомандующего утверждает военную доктрину России, концепцию и планы строительства вооруженных сил, мобилизационный план вооруженных сил, мобилизационные планы экономики, план гражданской обороны и другие акты в сфере военного строительства. Глава государства утверждает также общевоисковые уставы, положение о Министерстве обороны и Генеральном штабе. Президент ежегодно издает указы о призыве на военную службу об увольнении в запас лиц определенных возрастов от служивших в ВС. Подписывает международные договоры о совместной обороне и военном сотрудничестве. Министерство обороны Российской Федерации Министерство обороны Российской Федерации является органом управления вооруженными силами Российской Федерации. К основным задачам Минобороны России относятся выработка и проведение государственной политики в области обороны нормативно-правовой регулирования, в области обороны организация применения вооруженных сил в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и международными договорами России. Поддержание в необходимой готовности вооруженных сил осуществления мероприятий по строительству вооруженных сил, обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, выработка и реализация государственной политики в области международного военного сотрудничества. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно через органы управления военных округов иные органы военного управления, территориальные органы, военные комиссариаты. Министерство обороны возглавляет министр обороны Российской Федерации, назначаемый на должности, освобождаемый на должности президентом России по представлению председателя правительства России. Министр подчиняется непосредственно президенту России, а по вопросам, отнесенным Конституцией России, федеральными конституционными законами, федеральными законами и указами президента к ведению правительства России, председателю правительства Российской Федерации, министр несет персональную ответственность за решение задачи и реализацию полномочий, возложенных на Минобороны России вооруженные силы, и осуществляет свою деятельность на основе единоначалия. В министерстве работает коллегия в составе министра, его первых заместителей и заместителей, начальников служб министерства, главнокомандующих видами вооруженных сил, действующий министр обороны Российской Федерации, герой Российской Федерации, генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу, генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации, генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации, центральный орган военного управления и основной орган оперативного управления вооруженными силами. Генштаб осуществляет координацию деятельности пограничных войск и органов Федеральной службы безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожных войск, федерального органа специальной связи и информации, войск гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований, службы внешней разведки Российской Федерации, федеральных органов государственной охраны, Федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти по выполнению задач в области обороны, строительства и развития вооруженных сил, а также их применения. Генеральный штаб состоит из главных управлений, управлений и иных структурных подразделений. К основным задачам Генштаба относятся осуществление стратегического планирования применения вооруженных сил других войск, воинских формирований и органов с учетом их задачи военно-административного деления страны, проведение оперативной и мобилизационной подготовки вооруженных сил, перевод вооруженных сил на организацию и состав военного времени. Организация стратегического и мобилизационного развертывания вооруженных сил других войск, воинских формирований и органов, координация деятельности по проведению в Российской Федерации мероприятий по воинскому учету, организация разведывательной деятельности в целях обороны и безопасности, планирования и организация связи, топогеодезическое обеспечение вооруженных сил, осуществление мероприятий, связанных с защитой государственной тайны. Проведение военно-научных исследований. Действующий начальник генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, герой Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов. История. Первое республиканское военное ведомство появилось в РСФСР позднее, в период развала СССР. Однако из-за неприятия большинством народных депутатов РСФСР идея самостоятельных ВС-ведомства назвали не Министерством обороны, а Государственным комитетом РСФСР по общественной безопасности и взаимодействием с Министерством обороны СССР и КГБ СССР. После попытки государственного переворота в Вильнюсе 13 января 1991 года, председатель Верховного Совета России Борис Ельцин выступает с инициативой о создании республиканской армии. И 31 января Госкомитет по общественной безопасности был преобразован в Госкомитет РСФСР по обороне и безопасности, во главе которого встал генерал армии Константин Кобец. В течение 1991 года комитет неоднократно видоизменялся и переименовывался. С 19 августа по 9 сентября временно функционировало Министерство обороны РСФСР. Одновременно с Ельцином была предпринята попытка создать Национальную гвардию РСФСР. Начался даже прием добровольцев. До 1995 года планировалось сформировать не менее 11 бригад численностью по 3 до 5 тысяч человек, общей численностью не более 100 тысяч. Предполагалось развернуть части Национальной гвардии в 10 регионах, в том числе в Москве, в Ленинграде и в ряде других важных городов и районов. Были подготовлены положения структуре в составе, методах комплектования, задачах Национальной гвардии. К концу сентября в Москве в ряды Национальной гвардии успели записаться около 15 тысяч человек, большинство из которых – военнослужащие в СССР. В конце концов на стол Ельцин улег проект указа о временном положении и о Российской гвардии, однако он так и не был подписан. После подписания Беловежских соглашений 21 декабря государствами-участниками только что созданного СНГ был подписан протокол о временном возложении, на последнего министра обороны СССР маршала авиации Шапошникова командования вооруженными силами на их территории, в том числе стратегическими ядерными силами. 14 февраля 1992 года он формально стал Верховным Главнокомандующим объединенными вооруженными силами СНГ, АМО СССР преобразовано в главкомат ОВС СНГ. 16 марта 1992 года указом Ельцина были созданы Вооруженные силы Российской Федерации в оперативном подчинении главкомата ОВС, а также Министерство обороны, которое возглавил сам президент. 7 мая был подписан указ о создании Вооруженных сил, а Ельцин возложил на себя обязанности Верховного Главнокомандующего. Первым министром обороны стал генерал армии Грачев, ему же первому в Российской Федерации было присвоено это звание «Вооруженные силы». В 1990-е годы в состав ВС Российской Федерации вошли управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения, военно-учебные заведения, предприятия и организации Вооруженных сил СССР. На момент мая 1992 года располагавшиеся на территории России, а также находящиеся под российской юрисдикцией войска на территории Закавказского военного округа, Западный, Северный и Северо-Западный групп войск, Черноморского флота, Балтийского флота, Каспийской флотилии, 14-й гвардейской армии, воинские формирования, находящиеся за рубежом на территории Германии, Монголии, Кубы и некоторых других стран общей численностью 2,88 миллиона человек. В рамках реформирования Вооруженных сил в Генштабе была разработана концепция мобильных сил. Мобильные силы должны были представлять собой пять отдельных мотострелковых бригад, укомплектованных по штатам военного времени с Единым штатом и вооружением. Таким образом планировалось избавиться от громоздкого мобилизационного механизма, а в дальнейшем перевести ВС целиком на контрактную основу. Однако к концу 1993 года были сформированы лишь три таких бригады – 74-я, 131-я и 136-я. При этом не удалось ни свести бригады к Единому штату, ни укомплектовать их по штатам военного времени. Недоукомплектованность частей была настолько значительной, что в начале Первой Чеченской войны Грачев просил Бориса Ельцина дать санкцию на ограниченную мобилизацию, на что получил отказ. И объединенную группировку войск Чечни пришлось формировать из частей со всех военных округов. Первая Чеченская выявила также серьезные недостатки в управлении войсками. После Чечни новым министром обороны был назначен Игорь Родионов. В 1997 году Игорь Сергеев была предпринята новая попытка создать полностью укомплектованные части с Единым штатом. В итоге к 1998 году в ВСРФ появились четыре категории частей соединений постоянной готовности сокращенного состава. Базы хранения вооружения и военной техники – кадрированные. Вместе с тем перевод ВС на контрактный способ комплектования не представлялся возможным из-за недостаточного финансирования. В то время как этот вопрос стал болезненным в российском обществе на фоне потерь в Первой Чеченской войне, при этом удалось лишь незначительно увеличить долю контрактников в вооруженных силах. К этому времени численность ВС была сокращена более чем в два раза – до 1,212,000 человек. Во Второй Чеченской войне объединенная группировка войск формировалась из частей постоянной готовности сухопутных войск, а также воздушно-десантных войск. При этом из состава этих частей выделялись лишь по одной тактической батальонной группе. Это делалось для того, чтобы оперативно компенсировать потери в войне за счет личного состава оставшегося в местах постоянной дислокации своих частей. С конца 1999 года доля контрактников в Чечне начала расти, достигнув в 2003 году 45%. Вооруженные силы в 2000-е годы в 2001 году Министерство обороны возглавил Сергей Иванов. После окончания активной фазы боевых действий в Чечне решено было вернуться к предлагавшимся при Играчеве планам перехода на контрактное. Комплектование войск части постоянной готовности должны были быть переведены на контрактную основу. Остальные части и соединения БХВТ, ЦБР и учреждения оставить на срочной основе. В 2003 году началось осуществление соответствующей федеральной целевой программы. В разработке военной реформы этого периода участвовало как Министерство обороны, так и Институт экономики переходного периода во главе с Игором Гайдаром. При этом в варианте реформ, предложенном ИЭП, ключевым элементом была реформа системы комплектования вооруженных сил. А в варианте Министерства обороны в качестве основной задачи было выдвинуто создание соединений постоянной готовности, причем не всех, а то их части и состава сухопутных войск, воздушно-десантных войск и морской пехоты, которые генеральный штаб отнес к этой категории. В итоге реформирование этого периода носило вариант компромисса между этими двумя программами. Так, например, предложенное Егором Гайдаром ограничение срочной службы 6-8 месяцами не было принято, но был принят поэтапный план сокращения срока службы с двух лет до одного года. Первой частью, переведенной на контракт в рамках реформ, стал воздушно-десантный полк в составе 76-й Псковской дивизии ВДВ, а с 2005 года на контрактную основу начали переводить другие части и соединения постоянной готовности. Однако данная программа также не увенчалась успехом из-за слабого денежного удовольствия, условий службы и отсутствия социальной инфраструктуры в местах несения службы военнослужащими по контракту. В 2005 году началась также работа по оптимизации системы управления вооруженными силами. По замыслу начальника генштаба Юрия Балуевского планировалось создать три региональных командования, которым подчинялись бы части всех видов и родов войск. На основе МВО Ленва, Балтийского и Северного флотов, а также бывшего Московского военного округа ВВС и ПВО должно было быть создано западное региональное командование, на основе части Пурва, Сквой Каспийской флотилии, Южная, на основе части Пурва, Сибву, Двое Тихоокеанского флота, Восточная. Региональным командованием должны были быть переподчинены все части центрального подчинения в регионах, при этом главкомата видов и родов войск планировалось упразднить. Реализация этих замыслов была однако отложена на 2010-2015 годы из-за сбоев программе по переводу войск на контрактную основу, на что была срочно переправлена основная часть финансовых средств. Тем не менее, при Сердюкове, заменившем Иванова в 2007 году, к идее создания региональных командований быстро вернулись, решено было начать с Восточного. Был разработан штат для командования и определено место дислокации Улан-Удэ. В январе 2008 года Восточное региональное командование было создано, но на совместных каше у частей Сибву и Двое в марте-апреле оно показало свою неэффективность и уже в мае было расформировано. В 2006 году была запущена Российская государственная программа развития вооружений на 2007-2015 годы. Вооруженные силы после пятидневной войны участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии и его широкое информационное освещение выявили основные недостатки вооруженных сил. Сложная система управления и низкую мобильность управления войсками в ходе боевых действий осуществлялось по цепочке Генштаб, штаб СКВО, штаб 58-й армии и только потом приказы и директивы доходили непосредственно до частей. Низкая возможность по маневру силами на больших расстояниях объяснялась громоздкой организационно-штатной структурой частей и соединений. По воздуху удалось перебросить в регион только части ВДВ. Уже в сентябре-октябре 2008 года было объявлено о переходе вооруженных сил на новый облик и о новой радикальной военной реформе. Новая реформа вооруженных сил призвана повысить их мобильность и боеспособность, согласованность действий разных родов и видов ВС. В ходе военной реформы было полностью реорганизовано военно-административное устройство вооруженных сил. Взамен шести военных округов были сформированы четыре, при этом штабам округов были переподчинены все объединения, соединения части ВВС, ВМФ и ВДВ. Система управления сухопутными войсками была упрощена, благодаря исключению дивизионного звена. Организационные изменения в войсках сопровождались резким наращиванием темпов роста военных расходов, которые увеличились с менее чем 1 трлн рублей в 2008 до 2,15 трлн рублей в 2013 году. Это, а также ряд других мер позволили форсировать перевооружение войск, существенно увеличить интенсивность боевой подготовки, повысить денежное довольствие военнослужащих. С 2013 года началось возвращение полков и дивизий вместо бригад в организационную структуру российской армии. В феврале-марте 2014 года российские вооруженные силы сыграли одну из ключевых ролей в событиях в Крыму, итогом которых стало присоединение Крыма к Российской Федерации. Продолжение следует...